Ребята, здесь мы полностью перелопатили выхлопную систему от турбины и до насадки. Все идет на 76 трубе, это 304 нержавеющая сталь, все сделано на аргоне. Все сделано для того, чтобы выхлоп и сопротивление его не мешало раздуть машину под стейдж 3. Что такое стейдж 3? Ебать она, хуй! Но козла, блядь, встает! Я даже себе не представляю, потому что здесь 2 литра турбо. Но когда она приобретет свои настройки, здесь будет вместо около 200 сил примерно 400. Что на переднем приводе для многих покажется странным, но не для ваговодов. Потому что если мы будем замерять 100-200, она будет валить как черт, как не в себя. Собственно, вот для этого мы сейчас стараемся и полностью прорабатываем выхлопную систему. Она будет максимально проходимая, пропускная способность будет повышена. И мы стараемся сделать так, чтобы в машине практически не было гула, несмотря на 76 трассу, на 76 трубу, несмотря на то, что это вот такая вот здоровенная штука. Чтобы не было лишних звуков в салоне, чтобы был красивый выхлоп. Мы сюда поставили даун-пайп с 2-х миллиметровой нержавейки. Дальше идет полуторка. И в конце будет банка и красивая насадка. А по центру резонатор гельмгольца. Работы большие, работы много. И, собственно, этой машиной мы занимаемся несколько дней. И, конечно, для тех ценителей, любителей выхлопов, кто ценит изготовление полной системы с нуля, это не очень большой срок. Многие готовы и неделями ждать своей машины. Здесь же мы стараемся ограничивать сроки и делать максимально быстрое, не теряя в качестве. Собственно, наблюдайте за процессом, получайте удовольствие под музыку и обращайтесь в ультравыхлоп, если вы хотите прокачать выхлопную систему на своем автомобиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok